здесь на лиловых сумерках девочки мы просмотрим его чувства мысли а также мы вызовем его на откровенный разговор эта книга на котором будет присягать знаете как в суде да потому что часто мужчина вот он так виляет непонятно он сам как-то собой виляет они часа трусы книга зеленая это по венере венера открывает саму суть личной жизни венера всегда это символ личной жизни здесь мы посмотрим именно его чувства к вам его мысли и пусть он откровенно скажет что он действительно от вас хочет чисто прямо без всяких поворотов без обмана да потому что вот он присягает представьте себе что он свою руку на эту книгу положил да а то что мы представим то и будет девочки мы должны знать что то что мозг представит что мы будем проживать девочки еще и я хочу сказать что общий расклад он рассматривается так вы свои моменты в раскладе отсеиваете как золото как золото все до отсеивают как золотой песок и делайте свои выводы а чтобы делать свои выводы смотрим от начала до конца ну вот пожалуйста он и вышел собственной персоной очень красивые лиловые карты их обожаю и знаете их красота она помогает прямо смотреть мужчина его судьба книга судьбы он хочет с вами встреч при луне он хочет с вами обнимашек но таких да вы поняли не не дружеских а именно по луне это интимных он хочет с вами интимных обнимашек этот мужчина по судьбе мужчина вам вот что он говорит ты мне по судьбе я знаю что от тебя как от судьбы я никуда не уйду я твой я твой навеки а сказать это не может а сказать это боится как любой мужчина виляет девочки это расклады грамм табло то есть все карты будут выкладываться но одну комбинацию вот такую повторить нельзя никогда нельзя повторить комбинацию каждый расклад уникальный и здесь вот что хорошо что я еще которую комбинацию уже прочли я ее здесь оставляю чтобы мы могли сравнивать до сто процентов он хочет сказать что любит потому что вышел в первом же раскладе из четырех карт будут расклады 4 карт и одна карта будет вывода потому что в лиловых у них есть одна лишняя карта но лишние не бывает да то есть а дополнительная карта я бы сказала даже 10 37 карт так что мы будем еще одну карту как итог видеть и скажи прямо скажи четко не вилей хвостом как обычно скажи четко как ты ко мне относишься чего ты от меня хочешь продолжает говорить что любит он продолжает говорит что вас любит потому что собака это его отношение к вам его отношение к вам знаете вот хочет вам угодить собака это тогда когда мужчина хочет угодить рассказать о любви хочет угодить хочет говорит что постоянный солнце конечно это мужчина его эгоизм его судьба его астрологическая судьба это солнце да это его звездный путь путь его как человека и он с вами сердце его принадлежит вам а также якорь вместе солнцем очень хорошей комбинации его солнечный путь то есть путь его гороскопа он связан с тем что он очень постоянный мужчина мне можно быть уверенной потому что якорь это уверенность в нем девочки смотрите все видео от начала до конца может вы чувствуете сейчас не проигрывается как-то с вами не резонирует а в каком месте будет именно с вами резонировать покажет расклад понимаете поэтому смотрим продолжаем смотреть и свои моменты отсеиваем ловим их отсеиваем золотой песок высеиваем золото вашей жизни не зря солнышко вышло это и золото вашей жизни любовь постоянство он предан вам вот любовь и сердце и собака вместе это его преданность он бесконечно вам девочки предан бесконечно предан или мужчина надежный будет может быть он сейчас вам кажется ненадежной но человек же меняется поэтому чувства и мысли нужно смотреть каждый день каждый человек по-другому мыслит каждый день я люблю карты поэтому я каждый день смотрю а мои карты это белая церковная магия так что это тоже полезно смотреть в церковь же полезно ходить каждый день правда точно так и ну рыбы это полнота чувства это желание к вам желание рыбы вместе с плетками это желание близости постоянное и продолжает выходить вот это желание бы только с вами всю жизнь вот это желание бы только с вами всю жизнь якорь лилия одинаковые карты по энергетике лилия это верное сердце он хочет рассказать что верное сердце у него мы же вы вызвали по книге зеленые то есть интимно вовнутрь посмотрели да и сказали окей ты может быть не можешь сказать почему виляешь почему я слова у тебя на языке вертится но не можешь их сказать вообще человеку трудно особенно нашему постсоветскому человеку нас так вот знаете деформировали нам психику мы любви не боимся говорить не умеем вот здесь на западе это постоянно недорогое i love you love you love you а нам трудно сказать я тебя люблю ну вот трудно когда мне мне никогда не говорили в детстве что меня любят в жизни такого я не слышала а вот слова что я что-то делаю не так и я плохая это каждый день по сто раз я слышала вот поэтому мне трудно любимый человеку сказать i love you но я готова не знаю на все для них но не могу сказать и у вас наверное такая же идея да и у него такая же идея даже если он уже родился когда не было уже советского союза девочки это же гены это же вот это родовое да а это же родовую друг родовая программа она передается поэтому ему трудно сказать мы берем книгу вызываем его он говорит что люблю тебя только с тобой хочу быть но мы продолжаем смотреть что он дальше хочет сказать он же еще что-то хочет наверняка сказать да и не может окей гора и письмо говорить сейчас сейчас есть какое-то препятствие бумаги препятствие у некоторых девочек может быть он женат или вы но это не у всех проиграется у некоторых или он женат или вы девочки у некоторых есть препятствие у некоторых есть негативное воздействие, он говорит, сейчас теряю энергию, сейчас есть какое-то негативное воздействие, да, сейчас встретилась мне, потому что клевер, встретилась мне какая-то змея, то есть преграда, он говорит, сейчас есть преграда, сейчас есть какая-то бумага, которую я хочу оформить, может наследство, может бумагу на дом, может новую работу, диплом получает новую работу, Какое-то есть сейчас препятствие, сейчас какие-то бумажные дела решаются, документы какие-то, что за препятствие, гадалка вышла, гадалка это она и есть дополнительная карта, ну-ка что она скажет, препятствие это у многих девочек это лиса, это какой-то манипулятор, какой-то манипулятор девочки у вас в отношениях, корабль и гроб, понятно, теперь все понятно, гадалка намекает на то, что я начала говорить, Вы знаете, я когда начинаю говорить, немножко свой пример привожу, я сразу так себя по губам бью, психологически говорю, не нужно, не нужно, потому что многие зрители расценивают это как отвлечение от расклада, и гадалка говорит, спокойно Лена, не бойся, ты не отвлеклась от расклада, ты сказала так как нужно, потому что гроб показывает на родовые корни, на то, что вот я имела ввиду, родовая история, вот это наша советская, ну не у всех девочки, не у всех, у некоторых наших советских или культурах, или повезло людям, да, в таких любящих семьях родились, ну вот у меня было так, и у многих было так, как у меня, понимаете, ругает значит любит, бьет значит любит, да, и гадалка говорит, Лена, ты сказала как нужно, свои примеры привела, иногда это нужно, ой, как хорошо, как я довольна, потому что я начинаю сразу, как бы, предвидеть, что вы будете мне писать, там опять отвлеклась от темы, гадалка говорит, нет, это у него родовое, вот здесь лиса, это не соперница, это не то, что вы подумали, это не другая женщина, гадалка указывает на лису породу, она говорит, кто-то в роду у него, кто-то в роду, кто не умел любить, не умел сказать любовные слова, и у него психический зажим в эту сторону, поэтому на него нужно смотреть на картах, он в картах лучше открывается, тогда открывается, что он действительно хочет, а он хочет любви с вами, он вас обожает, хочет встречи при луне, истосковался о вас, спасибо, гадалка открыла, все четко, он измучился, истосковался, девочки, сейчас тут такое таинственное, у меня даже, вот когда выходит гадалка, это четко, все так видно хорошо, да, смотрите, он хочет перемен между вами, в личной жизни, он хочет любви, перемен между вами, он хочет, чтобы мечта исполнялась, и он говорит вам, потому что некоторые чувствуют на себе какое-то негативное воздействие по развилке, некоторые чувствуют на себе кармический долг, развилка и звезды кармический долг часто показывает, что такое кармический долг, это предки ваши не прошли какую-то свою жизнь, замерли в каких-то сложных обстоятельствах и не воплотились, не сумели счастливо прожить жизнь, эти предки на вас влияют, но он вышел на откровенный разговор, и он говорит, а мы с тобой победим этих предков, мы с тобой будем счастливы вопреки дерева и аисты, дерева и аисты, это перемены в семейном положении, это перемены в статусе, если вы еще не жена, ею будете, гадалка четко об этом сказала, таинственность, сумерки лиловые всегда дают таинственность, медведь, его страсть к вам, его страсть к вам, замечательно, он как медведь готов вас защитить, готов вам показать свою страсть, готов показать вам свою сексуальность, привлекательность, вы для него женщина судьбы, вы для него красавица, а вы вообще красавица, конечно, не думайте, что вы не красавица, потому что это ключевое, что его привлекает вас, это ваша внешняя привлекательность, вы красавица для него, девочки, какая прелесть этот расклад, вы заметили, да, вы для него красавица, идеальная женщина, это он, это вы, он готов за вас весь мир порвать, всех этих негативщиков убрать во веки вечные, он готов доказать своей судьбе и вашей судьбе, что вы будете счастливы вопреки помехам, как замечательно, поэтика, поэтика, Ленорман это поэтика, что-то новое или это дети между вами будут, смотрите, новая работа, башня, у него может быть новая работа, посмотрим, работа или это еще что-то другое, он заботится о работе, потому что тучи, заботится о работе и в обществе, где он есть, это коллеги, в данном случае башня и сад, это коллеги, коллеги на него наговаривают, коллеги ему мешают жить, вот если он не вышел на связь у каких-то из вас девочек, да, если он не вышел на связь, это помехи его коллег, это помехи недоброжелателей, он, он, он на себе испытывает сильное воздействие, сад тоже может быть его семья, то есть это его родители, там вот это все, да, и здесь я вижу наговоры на вас, потому что тучи, именно наговоры на вас какие-то идут, новые сведения сообщают постоянно, это может быть так, но я дам варианты, потому что вам нужно взять свои моменты, словить их, сделать вот такой, как золотой песок, его просеивать и посмотреть, что мозг увидит, то вы будете и проживать, девочки, поэтому нужно видеть позитив, если это касается, что у него новая работа, но ему будет трудно, новая работа, она трудная, ему будет трудно, он будет выживать, потому что тучи это сомнение, это иллюзия, он не будет видеть, куда идти, если это работа, я спрошу, и он поэтому так себя странно ведет, потому что заботится о карьере, работе, сейчас посмотрим, крест, крысы, да, вот что-то его очень сильно напрягает, что-то сильно напрягает, девочки, он бы готов с вами, только с вами, но его что-то напрягает, это дополнительная карта совета в конце, посмотрим, как я сказала, здесь одна карта нечетная будет, дополнительная, 37 карт в колоде, потому что гадалка добавилась, да, а вначале это протрактую, во-первых, мужчина настроен к вам очень сердечно, кольцо вместе с домом, заметьте, кольцо не с крестом, а кольцо с домом, то есть он будет, ваш мужчина в вашем доме, это взаимопонимание, это совет, это любовь, это счастье вместе, это когда ваши сердца бьются в унисон, когда и вы, и он хочет построить этот дом, построить это счастье, доказать все это родне, доказать всем этим кармическим завязкам, что в этой жизни вы можете быть счастливы, девочки, а вообще так всегда происходит, да, люди, которые хотят счастья, оно строится, помните, там аисты вышли, да, те, кто хотят счастья, они могут его строить, но я скажу, кармический долг есть у него, очень серьезный, он мнительный, крест и крысы, он очень мнительный мужчина, он мнительный, особенно касательно денег, он чувствует, что он что-то теряет, но он будет успешный, солнце там вышло у нас вместе, я помню, солнце, по-моему, вышло с якорем, да, это успешная карьера, он не должен бояться, ну, мы же вызвали его на книгу, мы же смотрим его будущее, он-то этого не знает, поэтому очень мнительный, очень мнительный, переживает о финансах, переживает, что не хватит на этот дом золотой для вас, переживает, что не хватит у него на роскошную жизнь, ну, в общем, конечно, сомнения, в какой-то степени это движущий элемент тоже прогресса, мы сомневаемся, но не в меру, да, у него немножко не в меру, я уже сказала, вот и гадалка мне подтвердила мои слова, что я, ну, вот, знаете, я сказала то, что сказала, да, но гадалка подтвердила, что вот неумение выразить свои мысли, неумение показать, сказать о любви, но глубоко внутри чувство любви у него очень горячее к вам, и он чувствует, что сам он не потянет эту жизнь, крест и крысы, он чувствует, сам он не потянет, а вдвоем вы сила, чувствует, сам не потянет, а вдвоем вы сила, девочки, смотрим дополнительную карту итога и получаем, смотрите, это карта коса сейчас, вы знаете, что происходит, вот именно по книге он сейчас понимает, карта здесь коса урожайная в лиловых, а это означает, что именно сейчас трансформация происходит, он лишнее отрезает, вот очень хорошо, что вот так получается, девочки, вот так получается, я здесь вот это сделаю берег, я, девочки, делаю берег, потому что я гомеопат, я знаю, как это делать, это только гомеопат может сделать и берег, это мой метод, потому что я умею из карт делать лекарства, да, я знаю, как это сделать, это магия, я не буду говорить, как я это делаю, конечно, но это берег, это мужчина в доме, счастливые отношения с мужчиной, счастливая жизнь, а сейчас вот пусть берег этот на вас влияет положительно, улучшает ваши отношения с мужчиной, пока я вот это прочту для вас, смотрите, что происходит, он готов отрезать ненужное, крысы, они часто едят то, что не нужно, то, что плохо лежит, то, что отжило, едят прошлое, мы, девочки, часто очень сложно оставить прошлое в прошлом, и тогда возникает карта, крысы, как тотомная карта, которая помогает нам избавиться от ущербного прошлого, говорила вам о том, что ущербное прошлое, и гадалка сказала, да, это так, когда мы не можем сказать, я люблю тебя, чувствуем это, готовы жизнь отдать за другого человека, но сказать не можем, вот стопор, язык не поворачивается, а почему? Потому что все проблемы из детства, может быть, у вас, как у меня было, что сто раз на день говорили, что со мной не так, и обзывали последними словами, а я люблю тебя, отец мне мой не сказал ни разу в его жизни, понимаете, ни разу, ни разу не сказал этого, подумайте об этом, если у вас такая же ситуация, вам нужно сейчас отрезать это прошлое, забыть его напрочь, отрезать больше не нужно, копание там ничего не даст, позволить крысам съесть это прошлое, оставить только хорошее, а у всех в детстве было что-то хорошее, было что-то волшебное, было что-то, когда вы были счастливы, даже если это одно мгновение, оттуда идет портал в удачу, из этого мгновения, как от вселенной, которая постоянно расширяется, можно черпать счастье, и к Ван Дайк там успеха, поэтому мы сейчас видим, что именно сейчас пришло время, когда вот этот кармический долг отменяется, вот эта комбинация, девочки, это гениальная комбинация отмены кармического долга, и у мужчины, и у вас расклад получился целительный, просто хотела сделать раскладик на тему, поговори от души, скажи прямо, что ты от меня хочешь, а получилось вот, чего он хочет, он хочет, может быть, чтобы ссора, которая между вами произошла, и обидные слова, которые вы друг другу наговорили, чтобы это ушло навсегда, это была кармическая ссора, и он, и вы не своим языком владели, знаете, это называется кармическая ссора, когда вы, и он, вот стоите перед друг, перед дружкой, где я здесь найду вас, ссоритесь, а на самом деле в этот момент за ними, за вами стоит отрицательная родовая кармическая энергетика, и она вам говорит, что говорить, да, еще девочки, женщины, еще вас, чтобы вы поняли, да, что он хочет теперь, потому что мы же его вызвали, он хочет теперь вам сказать, давай больше не будем ссориться, давай поймем, что это была кармическая ссора, то есть не мы ссорились, а предки наши ссорились, нашим языком, нашим умом, нашим сердцем владели не мы, а владели наши предки, давай это оставим в прошлом, он говорит, вот какой, оказывается, он глубокий духовный человек, не лыкомшит, а вы думали, что он лыкомшит, и я так думала тоже, оказывается, нет, понимаете, вот какой разговор с ним получается, что он говорит давай поймем с тобой а он понял это что это была кармическая ссора от нас не зависящие оставим это в прошлом оставим это в прошлом позволим этой косе почистить это очистка косе почистить нас почистить наши отношения наши отношения святые потому что мы любим друг друга наши отношения святые потому что есть кольцо и дом потому что мы если вы девочки не вместе еще не пара будете в пара будет общий дома если уже пара в доме начнет счастье жить потому что вот этот расклад именно нужно было посмотреть этот этот выбросить этот негатив почистить вот именно то что этот крест для вас означает кстати вы не должны копаться сейчас в себе я не придерживаюсь психотерапия не психолог девочки я гомеопат то есть я алхимик я таролог астролог и я вам скажу что копаться в прошлом вот детали вспоминать не нужно это все ритуалом нужно давать я делаю церковную белую магию где-то все ритуалом отдаем понимаете высшие силы сами знают что нужно убрать не нужно вспоминать это все дело нужно от него отойти и позволить вашему вашей жизни вашей судьбе быть легкой а как судьба будет легкой когда не будет в прошлом этой тяжести забирается тяжесть это может быть прошлая ссора между вами кармическая ссора где вы и он языком своими владели это может быть характер или его или ваш характер где не умеем сказать я люблю тебя не умеем не можем вот столько столько зажимов эти зажимы все здесь исцеляются полностью уходит уходят и вы становитесь становитесь счастливой парой очень здорово вот когда оказалось что вот очистка произошла девочки вот это ваш оберег оберег он очищает от любого негатива он энерго оберег теперь век водолея эра водолея то есть это означает что земля переходит на четвертое измерение энерго обмена когда уходят страхи уходят страхи и несправедливость понимаете и в наше время уже не материальный мир а мир более минималистический и пусть у вас будет один какое-то одно украшение положите его вот возле экрана сейчас все уберу девочки все уберу девочки для вас положите возле экрана и зарядиться заряжается вот примерно на недельку потому что материально вот даже купите амулет да давайте так сделаем материально заряжается все только на недельку не на больше а энерго оберег вот такой ну как икона в церкви дано чем старше тем она сильнее или как красное вино крепкая чем больше ему летим она глубже его гамма сильнее вот это вот эта идея потому что кстати вино это дух там где есть алкоголь там есть дух будьте осторожны с духом понимаете вот именно вино такое хорошее гомеопатическое где больше идет речь о энерго вине а сама субстанция вина с ней нужно быть осторожны потому что любой алкоголь это энергия живая поняли да так вот энерго обереги которые я делаю они заряжают материальный мир то есть вашим вашу одежду вашу косметику ваше украшение но материально не может зарядиться на больше чем на неделю поэтому священник перед тем как литургию проводить обеднюю он а свой наряд целует благословляет потому что пока его наряд вот это его убранство дата специальное убранство и наша одежда мы к не относимся как бы не так а нужно так это его убранство она висела в шкафу даже если ночь повисела уже она ослабла девочки нужно энерго восполнять и поэтому энергобереги заряжают материальный мир пользуйтесь ими я как гомеопат делаю здесь специальную специальную зарядку мы только гомеопат может сделать конечно потому что это уровень алхимический пользуйтесь себе на здоровье а я хочу сказать что я вас очень люблю обожаю вы для меня моя семья моя эзотерическая космическая семья вот так вам отношусь поэтому подписывайтесь на канал чтобы чувствовать себя родными на канале да это ничего не стоит подписка ставьте лайки не для меня вы ставите лайки для высших сил потому что я на самом деле спрашиваю высших сил а через карты высшие силы разговаривают это их словарный запас до карты ленорман карты таро это словарный запас высших сил а как еще с ними общаться поэтому когда ставите лайк и вы ставите лайк высшим силам с ними мы взаимодействуем здесь поэтому говорю смотрите от начала до конца серьезная работа происходит ваша жизнь улучшается конечно серьезно лучшую сторону все идет скажем давайте мантру с каждым раскладом колены моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях ваша жизнь моя ваша жизнь имеется ввиду да еще раз с каждым раскладом колены моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях да будет так аминь вот девочки кто желает может быть уроки получить от меня в описании под видео или о канале если зайдете на канал будет переход на мой сайт там очень много есть у меня интересных уроков если вам нужно всех люблю одинаково обожаю скажу тоже что огромнейшее спасибо за финансовую поддержку моей работы все средства я конечно направляю на то чтобы дальше вам продолжать служить верой правдой и видеться с вами будем скоро пока пока друзья